Патриотическое мероприятие «Дальний Восток вместе к победе» прошло в Приморском филиале Государственного фонда «Защитники Отечества». «Дальний Восток вместе к победе» – это встреча неформальная с членами волонтерского сообщества, с ветеранами, с членами семей ветеранов СВО, которые в своей деятельности ведут работы по помощи фронту. Мы просто хотим показать, поделиться опытом друг с другом, что у нас здесь происходит в части волонтерского сообщества, у нас есть образцы продукции, поэтому мы хотим показать, чем занимается фонд, потому что вопросы, которые на сегодняшний момент поставлены президентом перед фондом, они решаются, и вот эта обратная связь, которую мы сегодня соберем от нашей целевой аудитории, это для нас важно, для того, чтобы мы могли в дальнейшем правильно развиваться, правильным курсом». Руководитель отметила, что всех присутствующих на встрече людей объединяют общие цели. «Общая беда, она сплачивает людей, и у нас есть кто, столкнувшись с бедой, объединил возле себя таких же неравнодушных граждан, и теперь плетут сети, собирают дикоросы, и много-много чего, то, что делает наш Приморье, поставляет на фронт. Мы их, конечно же, здесь ждем всех с возвращением, и наша задача сделать так, чтобы, вернувшись, они смогли также восстановиться и вернуться в мирную жизнь, в том числе с нашей помощью». Во время встречи Мария Костюк рассказала о работе Государственного фонда «Защитники Отечества», основной целью которого является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и семей бойцов. В свою очередь Юлия Барановская рассказала о своем социальном проекте «Женщины Донбасса», который объединил 30 историй телесюжетов. «Когда в первой же командировке я слышала их истории, я поняла, что вот лучше всего про Донбасса, про то, что там происходило на протяжении 8 лет, тогда это еще было 8 лет, сейчас уже 10, можно понять и прочувствовать только через человеческие истории. Ну, есть новостная сводка, есть факты, есть статистика, но это не так, как история человека, история женщины, матери. И послушав их, я подумала, ну вот я сейчас приеду, я, конечно, могу их пересказать. Ну, я неплохо пересказываю, но это же не то, это же должен человек сам рассказать. И вот так родился этот проект». Герой России Владислав Струна рассказал, как приятно на фронте получать посылки из дома. И даже простой пакетик чая приобретает особую ценность, а письма, которые пишут дети, бойцы часто читают вместе и со слезами на глазах. Также важной частью мероприятия стала выставка продукции, которую приморские волонтеры производят своими руками. Юлия Ракотская, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.